Юмористический мелочи Лучшая защита это нападение Подвыпившая жена, едва ступив на порог квартиры, начала орать Нет, ты посмотри, я его ищу по всем барам, по всем забегаловкам А он стоит себе на кухне и спокойно моет посуду Три стадии опьянения женщины Первая, ой, какая я пьяная Вторая, кто пьяная, я пьяная Третья, на вопрос таксиста, куда едем, ответит, не твое дело, скотина Любимая, давай займемся сексом Я очень устала, голова болит Спи, спи, это я по телефону разговариваю Женщина призналась, искала мужа, обзвонила всех его приятелей Вот это дружба, у всех ночевал, а у семерых еще спит Двое разговаривает И как ваша жена в постели? Пока помещается Когда Свете было два года, она бегала по пляжу голышом Теперь ей пятьдесят, но две бутылки шампанского помогают ей вернуться в детство Муж сказал, что в постели надо быть непредсказуемой И вот во время секса жена достала бубен Реклама Женщина, у вас сухая кожа, жирные волосы и не очень красивые ноги Не отчаивайтесь, подаренная вашему мужу бутылка водки вернет вам былую свежесть и красоту 14 февраля пришел домой с Валентинкой Но жена с калкой объяснила, что Валентинка это открытка, а не соседка Валька Двое разговаривают Парень-девушка Он Хочешь фокус покажу? Она Только воспитывать будешь, потом сам Сынок, если ты не будешь есть манную кашу, я позову бабу-ягу Мама, неужели ты думаешь, что баба-яга будет есть эту кашу? Все, конец, пора обращаться к окулисту Захожу в магазин, глаза разбегаются Смотрю на цены, глаза лезут на лоб Заглядываю в кошелек, вообще нифига не вижу Милый, ты меня не боишься, когда я без косметики? Дорогая, я тебя и с косметикой-то побаиваюсь Ты откуда так хорошо знаешь армянский язык? А у нас в школе английский язык, преподавал армянин И последнее Жена наложила маску на лицо и вышла из спальни Собака не лает, уже второй день Знаете, как двое разговаривают? Один говорит, у меня теща 150 лет Второй говорит, ты что придумываешь-то? Столько людей не живут Он говорит, при чем здесь люди? Вот эти артисты, они не только на сцене веселые, жизнерадостные Они и в жизни, всегда в хорошем настроении Всегда готовы шутить, общаться Они очень приветливые Они всегда настроены на розыгрыш Я однажды с ними был в ресторане Мы сидели за столом Один из них сказал Смотрите за соседями столом Две девушки симпатичные Давай подойдем Второй говорит, подожди, пусть они расплатятся В результате оказалось, что они меня разыграли Потому что за соседним столом сидели их жены А сюда на сцену выходят Владимир Данилец и Владимир Моисеенко Ну заходи Ну заходите, заходи, смелее, смирее Заходите, заходите, заходите Смелее, давайте, заходите Стесняется он Раньше надо было стесняться Присаживайтесь Ребят, что там, камеры работают? Да? Ну давайте Ну? Рассказывайте Я? Что? Рассказывать? Как это что? Рассказывайте Как вы, отец двоих детей Заслуженный работник отрасли Оказались В публичном доме Я? Оказался В публичном доме Подождите, а вы что же думали? Что это был шахматный клуб? Я же думал, что это шахматный клуб Это не розыгрыш Послушайте Вас застали в номере В одних трусах С полуголой девицей на руках С бокалом вина в руке Это розыгрыш Я? В одних трусах? Мистика Мистика, значит Ну хорошо Хорошо, давайте попытаемся как-то Поподробнее восстановить события Нет, ну вот подождите Вот вы с виду нормальный человек Да, с виду мы все нормальные Хорошо, хорошо Поехали Значит вышли вы на улицу Идете, как вы говорите В шахматный клуб Да Иду Вдруг Помогите, помогите Кто-то зовет на помощь Так в том-то и дело Женщина Кто-то взывает на помощь Женщина в окне Делает пальчиком вот так Манит к себе Так в том-то же дело Я же говорю Взывает на помощь Я думаю, ну как это я Отец двоих детей Заслуженный работник Отрасли Пройду мимо женщины Да кто я после этого Да как я буду смотреть Глаза своим детям И коллегам по отрасли Так Давайте мы Патетику оставим на потом Да, конечно Давайте продолжаем Я так понимаю, что вы подошли Спросили, что случилось Да, да, да Подхожу Спрашиваю Девушка Что случилось Как вам пройти Так Она что? Она ничего Совсем ничего? Совсем Только улыбается И что еще? И пальчиком вот так Ну тут-то вы поняли Да ну тут уж конечно Ну И что же вы поняли? Что она глухонемая Показываю пальцами Мол, что Опаздываю в шахматный клуб А она мне показывает Что шахматный клуб Который вы ищете Находится здесь Поднимайтесь Сыграем партию Другую Не пожалеете Так хорошо Дальше Дальше Поднимаюсь Значит Захожу Так Что там? Ничего Совсем ничего? Совсем ничего Одна кровать стоит Я еще думаю Где же это мы с ней? Будем играть в шахматы Так Дальше 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 Вдруг она говорит Это кто к нам пришел Такой пузатенький? Я говорю К вам Гражданочка Между прочим Пришел не просто Там пузатенький А отец двоих детей Заслуженный работник отрасли Скажите мне пожалуйста А вас не насторожило Что Глухонемая Заговорила Глухонемая Насторожила Еще как насторожила Думаю Ничего себе Глухая Глухая А так Довольно всего Говорит Ой-ой-ой-ой-ой Это кто к нам пришел Такой публик Странно Да дальше Еще страннее Она вдруг говорит Деньги вперед Ну вот Что вот Ну деньги вперед Да Ну за что деньги Так вот и я удивился За что деньги Вот точно как вы спрашиваете За что деньги Вот точно как А вы что уже там бывали Я не бывал Напрасно Так спросили за что деньги Она что А она говорит Ах ты старый козел Ни с того ни с сего Ни с того ни с сего Вот так сказала Вот так вот сказала Человеческим голосом Вот так фамильярно Вот так фамильярно Старый козел Старый козел Подождите Она что же Знает вас что ли Да откуда Я ее первый раз там вижу Стоп Да да Что значит Первый раз там Что значит Первый раз там Я говорю Я там Первый раз Никогда ее там Раньше не видел И сразу Такая фамильярно Даже я не знаю Так стоп 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 Не знаю Так сказала старый козел И все Да сказала старый козел И все И начала раздеваться Ну вот Что вы Ну тут то вы поняли Ну тут конечно поняли Ну поняли наконец-то Конечно Тупой не поймет И тупой поймет Конечно И что же вы поняли Что Грассмейстер один Когда-то тоже так делал Чтоб соперник проиграл Значит снимет пиджак Оденет Снимет Наденет Соперник смотрел Смотрел И той пешкой пошел И проиграл матч Думаю Эй я просто так не дамся И сделал ответный ход Какой? Снял Брук Снял Брук И у вас Сразу Мгновенно Никаких подозрений Не возникло Хорошо Дальше 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 Ага Дальше Она что-то с тебе Тя что-то с тему Она с тебе Тя что-то с тему Но тут Я ее перехитрил У меня еще трусы А ей уже нечем играть Ну тут-то уж Мгновенно Дошло до вас Дошло Слава богу Дошла до меня И села на колени Смотрю А в руке У нее значит Бутылка вина И два бокала В другой руке Не насторожила Насторожила У меня в масках Играют все Бутылка вина Играют все В сам себе Чем вы подкармливаете Он говорит Алло Дурдом Срочно приезжайте Тут мой зять Узнал, что жена Едет в командировку Отпросился на рыбалку Тут же побежал На лоджию Стал названивать Любовницей Алло Шхуна 9 Шхуна 9 Я первый Шхуна 9 Ответь первому Танкер уходит В кругосветку На три дня Полагаю быть в бухте Завтра в 7.20 Как понял А танкер у него За спиной стоит Сковородкой жонглирует Не, жена у него молодец Слова не сказала Била молча Потом говорит Карась кривоногий Танкер остается В родном порту И ты тоже Он потом два месяца В гипсе ходил Теперь дома сидит Крестиком вышивает Ногами Потому что руки До сих пор в гипсе Другой мой знакомый На рыбалке перебрал Вернулся домой Из одежды Женский халатик Декольте А на груди Губной помады Написано Виталя Ты супер А в ведре Вместо рыбы Двадцать штук Бигуди А его жена Сама полчаса Как с рыбалки Приехала С другой речки Глаза в пучок Из одежды Из одежды Кительки Ласты Мужа увидела Как звать Не помнит Хорошо у него написано Что Виталя Так Виталя А что сегодня без жены Сварила она и муху Из бегудей Сидят Едят Нахваливают Он в женском халате Она в ластах А были б трезвые Поругались бы Уху-то она пересолила У Сашки Герасимова Жена как прокололась Муж говорит Зина Завтра едем на рыбалку Я Петрович И Эдик Бабаян Она говорит Сашка Ты мне хоть Эдика оставь Без него будет совсем скучно Под Севастополем Мужики поехали ловить кефаль Сунули в море Пять бутылок водки Ну чтобы холодненькая И не могут найти Носятся по берегу Два раза мотались До Сочи и обратно Нету Пошли искать водку по дну Нашли Чуть левее Стамбула Туда-сюда смотались За три часа А эти разговоры у костра Оказывается Если выпил Нельзя плевать на червяка Червяк от спиртного звереет Один мужик выпил Плюнул Закинул удочку Червяк загрыз две щуки Два часа гонялся за водолазом А потом полез бить морду Инспектору рыбнадзора Еле оторвали Поехали мы с Толиком На рыбалку Взяли с собой Два литра водки И восемь удочек Потом поняли Что погорячились Вернулись домой Взяли наоборот Восемь литров И две удочки Выпили Сидим на бережку И тут Толик поймал Золотую рыбку И она спрашивает Человеческим голосом Мужики Есть билетик На концерт Стаса Михайлова И вот мы Зарали с Толиком Нечеловеческим голосом И тут Пришла белочка Говорит Мужики Хватит пить Я из-за вас Уже три года Не могу Уйти в декрет А если серьезно Я недавно понял Наша жизнь Очень похожа На рыбалку Просто сидишь И ждешь Изредка Выпивая Жертва фитнеса Это не он Это название Миниатюры Которую он будет Исполнять Итак Сергей Дроботенко Нынешний год Друзья Он очень спортивный Вот на спортивную тему И хотелось бы Показать вам номер Примера которого Состоится сейчас Называется он Жертва фитнеса Многие спрашивают Какая сволочь Виновата в том Что у нас с футболом Такая беда Мне кажется Эта сволочь Живет у меня в квартире В квартире Кроме меня живут Еще два любимых существа Жена И туроператор Туроператором Я называю Любимую тещу Потому что Всякий раз Когда мы с ней Случайно пересекаемся У нее возникает Дикое желание Меня куда-то послать Отношения с тещей У нас очень уважительны Очень Она любит повторять В семье Последнее слово Всегда должно быть За мужчиной И это слово Слушаюсь Мы обращаемся Друг к другу Только по имени-отчеству Правда Отчество все время Разное Бывало Говорю ей Доброе утро Зоя Заразовна Да какое там доброе Когда вы рядом Сергей Балбесович Я вот думаю Что вам на день рождения Подарить А подарю-ка я вам Плиту Как приятно Сергей Скотинович Какую плиту Электрическую Ну что вы Для вас это мелко Мраморную Кстати Каждое утро Теща начинает Со слов Ой, деточки Я же скоро умру Я однажды Не выдержал Крикнул Сколько можно обещать Однажды Теща по телевизору Услышала Что оказывается При помощи фитнеса Можно легко похудеть Не выходя из дому Как назло На полу Лежала вся моя жизнь Раскрытый ноутбук Почему она решила Что это весы Услышав под собой Хруст осколков Теща вынесла приговор Нам всем Будем худеть Я навсегда запомнил Этот черный день Начинался кубок чемпионов Бавария ЦСКА У телевизора сидели двое Я и Вобла Не успел я поцеловать В засос пивное горлышко Как дверь в комнату Распахнулась На пороге показалась Теща И видок у нее был такой Что Вобла Сдохла во второй раз Сверху Блестел топик На босу грудь Снизу Краснели лосины С портретом Ван Дамма Правда на бедрах Теща Ван Дамм Больше был похож На таджикского строителя У меня такое чувство Что футболисты ЦСКА Через экран телевизора Это тоже увидели Поэтому в шоке Пропустили первый гол Как известно Перед тренировкой Мышцы необходимо Разогреть Теща поняла это по-своему И лихо сушила бутылочку С пятизвездочным коньяком После чего закружилась В дьявольском танго Я только успел подумать Так вот вы какие Танцы со звездами Дальше Начались съемки Фильма ужасов Теща села В позу лотоса ЦСКА пропустила Второй гол Но когда она лихо закинула Обе ноги себе за голову Впервые в истории Бавария и ЦСКА Убежали на перерыв Раньше с виска арбитра Затем теща зловеще прошептала Сейчас уйду в астрал Я только успел добавить И помните Возвращаться плохая примена Не слушай меня Она продолжала Я должна открыть Кармические каналы И выпустить энергию ЦИ Я взмолился Выпускайте Только не громко А теща сидела в астрале На Ван Дамма Было страшно смотреть Тут по ее лицу Пробежала тревога Она поняла Что самостоятельно Вернуться к прежней жизни Я понял Пришла моя минута славы Не спеша допив пиво Я сказал И снова здравствуйте Что Зоя Шалавовна Окорочка затекли Ай-яй-яй Как у вас аура-то обвисла Теща поняла Помощи не будет Со звериным рыком Сделала кувырок И вернулась В исходное положение Дальше пришел Апокалипсис Она надела Обруч И стала Вращать его С таким рвением Не дай вам Бог Увидеть эту картину Грудь По топикам Хлестала Тещу По лопаткам Только успел подумать Если от нее сейчас Что-то отлетит Топик не спасет Теща увеличила амплитуду Ван Дамм зажмурился А ЦСКА проиграла в сухую И вы еще спрашиваете Кто виноват Что у нас с футболом беда Но выход есть На 8 марта Я подарил Любимой теще Билет в Бразилию В один конец В лодке С Федором Конюховым Конечно Федю жаль Столько прошел И такая нелепая смерть Но ради престижа страны Оле 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 Артист Объездил Не только всю Россию Но еще полмира Он сделал сотни номеров Он знает тысячу анекдотов И поскольку он очень часто Изображает гаишников Я хочу подарить ему Еще один Тысячу Первый анекдот Один гаишник Остановил одного водителя На дороге И говорит Фамилия Тот говорит Чья Говорит Имя Он говорит Чье Что такое Чье Чья Чья Чье Вьетнамец что ли Итак Приглашаем на сцену Заслуженого артиста России Геннадия Ветрова Друзья Когда я Выступаю В сборном концерте За кулисами Мои коллеги Иронизируют По поводу Моих Музыкальных инструментов Они говорят Ген Ну меньше уже некуда Это просто как минимальная Зарплата в кризис Но этой минимизации Есть свое объяснение Вы знаете Я начинал свою карьеру Как музыкальный эксцентрик Ездил сольными концертами За границу У меня было 400 килограмм багажа Я играл на дровах На топорах На самоварах Пел Раздувался У гитары гриф Выезжал И все это Таскал сам Вот И в одном концерте Я выступал Вместе Значит С нашим русским Жонглером У него был Красивый псевдоним Жан Луи По паспорту Толик Козявкин Вот Он бросал Три шарика Вот А я с этими килограммами Он говорит Ги Ну Получаем одинаково Надо минимизировать Свои инструменты Я говорю А как? Как? Он говорит Я тебе объясню На бытовом примере Философия минимизации Она проста Вот смотри Первый раз Я был женат На шпалоукладчице Зинаиде Шухер Понимаешь? 150 на 150 на 150 Только нога Понимаешь? Потом женился На Люське Тряпкиной Метр 50 Общий замер С ботинками И с кичкой на голове Понимаешь? Ген Что я тебе скажу? Все то же самое Опции те же Функции те же Только расходник меньше Понимаешь? И с Люськой я понял Что Однокомнатная квартира Не такая уж и маленькая Вот По поводу женщин Я с ним не согласился А инструменты у меня Действительно все Минимизированы А наш концерт Он распрекрасный А потому что Зрители классные Нас всех собрал Леон Измайлов Чтоб в жизни было Больше смайлов Я этим летом Ездил в Карловы Вары Это в Чехии Кто там был знает Да? Там в основном Отдыхают наши Разъехались по всему миру Отдыхают в Карловых Варах Я думаю тоже Съезжу водички попить Все-таки 35 лет уже На сцене Иду по Карловым Приятно Все узнают Мало того берут автограф Все просят сфотографироваться И один день был Просто фотосессия Не прекращалась Я уже подустал В конце дня иду в гостиницу Смотрю народа мало Думаю ну и хорошо Мужичок нарисовался Говорит Простите можно фото? Я говорю Сегодня уже нет Я устал Все-все Он говорит Пожалуйста одно фото Я говорю Завтра Завтра мы уезжаем Я говорю Завтра Непонятно Он говорит Я заплачу И хорошо заплачу Говорю Ладно-ладно Не надо никаких денег Давайте Подхожу к его спутнице Кладу руку на плечо Говорю Давайте фотографировать Он говорит Уберите руку с моей жены Я прошу Чтоб вы нас фотографировали Не к кому обратиться На улицу Друзья Без Без фотоаппаратов Сегодня Никуда Я написал Первую композицию Она называется На заре ты ее селфани На заре ты ее селфани Не накрашенную без бровей А потом никого не вини А потом ни о чем не жалю Конец произведения Сейчас Телефоны Знаете Кстати о чем я жалею Что у меня не осталось Видеозаписи Моей первой встречи С мобильным телефоном Это был на минуточку Девяносто Первый год Я после гастролей В Америке Купил видеокамеру Вот И мы поехали в Швейцарию Иду по Базелю Вот снимаем все Что интересно Смотрю Идет мужик с мобильником В толпе И громко-громко По мобильнику Разговаривает И смеется Я сразу понял Дебил Провода-то нет Идет он Разговаривает Кто его слышит Думаю В дурдоме Просто выходной Отпустили Я за ним шел Два квартала Снимал его На видеокамеру Принес в гостиницу Показываю своим друзьям Артистам Коллегам Как они все хохотали Говорит Ген Ну идиот Прошу Ну идиот Потом выяснилось Кто идиот Сейчас телефоны На любой вкус Большие Маленькие Да Такие красивенькие Разные с дизайном Есть совсем такие Малипуськие У меня один знакомый Его зовут Валера Трицепс Такой качок Он говорит Ген Смотри мне Моя Верочка Подарила Какой Манюзкин телефон Смотри Какая Прелесть Просто Прелесть Я говорю Что ты радуешься Овощ Ты свои пальцы Сардельки Видел Ты даже в дисплей Не попадешь Не то что там кнопку какую Я написал композицию Которая называется Не ту я женщину Друзья Ты смсил Абонент Валерка Сильно подрастроился Третий час уже Он ходит Как во сне Написал он Смсочку Любовнице А нечаянно Послал ее жене А потом Валерка Вдруг подуспокоился Ведь и ту и ту Он звал Моя кисуля А потом Валерка Снова подрастроился Смску Прочитала Баба Юля И теперь Это соседка Баба Юля За Валеркой Тенью ходит Целый год И хотя И девяносто два В июле Все обещанного В смске ждет Друзья С навигатором Я познакомился Лет 16 назад У нас их не было Ни снов Ни духом В стране И мы поехали На гастроли В Канаду Нас встречает Русский парень Володя На микроавтобусе Мы едем по Торонто Вот город Торонто Все И вдруг слышим Женский голос Поверните направо Налево Разворот Светофор Мы говорим Володь Кто это тебе указывает В общем А он говорит А вы видели У нас вышка стоит Телевизионная На весь мир известная Мы говорим Да У меня на верхнем этаже Сидит знакомая тетка С биноклем Смотрит как я еду По рации Передает За небольшие деньги Я ей приплачу Мы наживку Заглотнули Но до конца Не поверили Едем на измене Отъехали уже Сто километров От города А женский голос Не прекращается Разворот Налево Поворот Скоростной режим Автобан Съезд И вдруг Наш звукорежиссер Леня Который был До этого После самолета В алкогольном ауте Открывает глаза Говорит Нифига себе У бабы бинохаль Для многих Навигатор Стал как брат С ним как женой Родной Порой Общаются Его бывает Даже матерят Он матом отвечает Пока стесняется Видеокамеры Сейчас везде Да Просто Шагу не ступить Везде все фиксируют Даже страшно Честно говоря Другой раз Да Так вот у меня Знакомый Славик Он купил квартиру Небольшую квартиру В Германии В пятиэтажном доме На третьем этаже И он мне рассказывает Ген Ну я на своем джипаре Ты же знаешь Джип такой Как танк Я значит Въезжаю во двор А все места Парковочные заняты Понимаешь А клумба Свободна Вот оно Мое место И я на джипе Оба на клумбе Все Зафиксировался Мое Не успел подняться На третий этаж Меня уже видимо Камера срисовала И на телефон Пришел размер штрафа За неправильную парковку И рекомендация Ставить джип В соседнем квартале На соседней парковке Я дошел туда пешком Двадцать минут пехом Ген Двадцать минут назад Нужна тогда машина Сам подумай Я узнал Сколько там стоит парковка Узнал Сколько стоит штраф в день Сплюсовал количество штрафов За месяц И оказалось Что в два раза дешевле Чем платить за парковку В месяц В соседнем квартале И я каждый день На джипе На газон На газон На газон Я говорю Ну молодец Молодец Только в конце месяца Пришло Постановление суда Пройти принудительное Психиатрическое лечение В дурдоме Я говорю А что Я тоже говорю Что А мне говорят Только идиот Может сегодня нарушать Завтра платить И так целый месяц Говорит Ген Ну мне повезло Психиатричка была В соседнем дворе А клиентом психиатрички Бесплатная парковка Я там полгода Парковался На халяву Как сказал сосед мой Славка I love you тебя Халявка Мы любим На халявку Халявнуть И расхалявить Всю халявность Вовсю прыть Но иногда Халявку Лучше тормознуть Ведь за халявку Могут тыковку набить А кстати Кстати Чтоб халявку Поиметь То надо Тыковку свою Включать уметь Но она сама включается Если есть выгода Да Я видел в автосалоне Такую картину Заходит реальный Такой чел Просто Маша Видно Не бедный Ну Богатых их видно Правда Они ничего не говорят Но видно Что понимаешь Человек не бедный Понимаешь Вот он зашел Все Он хозяин Судьбы Понимаешь Зашел такой человек В автосалон Менеджер сразу Срисовал Подбегает Чувствую Наш клиент У вас хороший вкус Я вижу Сразу вижу Что хороший вкус Глаз хороший У нас есть Новая машина Она может вас Заинтересовать Ну удиви меня Удивлением Что делает Значит там Очень много Таких технических Опций Сама останавливается На красный Сама трогается На зеленый Сама держит Скоростной режим 27 опций Таких Знаете Сама все делает Мне это очень надо Очень надо Я тебе скажу Я когда выпью Для меня это просто Необходимо Он говорит Ну понимаете Не хочу огорчать Там есть такая опция Антиперегар Если перегар в салоне Она не заведется Он Да Да А я приеду на ней В ресторан И не буду ее глушить Сегодня гаджетов Друзья Реально много Им и внимание И большие преференции Но человеческий компьютер Слава Богу Пока еще друзья Вне конкуренции Я хочу сказать Что с этой актрисой Я познакомился В 1900 Ну не важно Каком году Молодая Красивая Потрясающе одетая В кружевное пальто Это все было в Киеве На площади Возле дома культуры Пищевик Подошла ко мне Эта замечательная актриса От которой глаз отвести Просто невозможно было И попросила Что-нибудь написать Я конечно Ничего не написал Но это не помешало Ей через год Стать лауреатом Конкурса Артистов Эстрады Причем она разделила Эту первую премию Не больше Не меньше Как с Геннадием Хазановым Но поскольку Геннадий Викторович Жил в Москве Ему как-то ближе было К центральному телевидению Хазанов очень быстро Стал популярнейшим Артистом Этой актрисе Пришлось Очень трудно Сначала она просто Ездила в Москву Выступала Потом она переехала В Москву Ее пригласили В Москонцерт Надо вам сказать Что за эти годы Она создала Наверное Ну я не знаю Уже сотни образов Причем такие Образы Которые просто Пошли в народ Люди говорят Фразы из ее монологов Люди говорят Интонациями Которыми она говорила В этих монологах Надо вам сказать Что на сегодняшний день Эта актриса Не только артистка эстрады Но она исполняет Главную роль В пьесе Вот уже несколько лет При полных аншлагах Она выступает По всей стране И за рубежом Почему я так вот О ней рассказываю Сегодня Да только потому Что у нее Юбилей И я хочу ее поздравить Я желаю ей Счастья Здоровья Чтобы она оставалась Еще многие годы Такой же красивой И талантливой Какой она является Сегодня Народная артистка России Клара Новихова Мой говорит Давай пойдем в магазин В субботу Я говорю Чего тебя потащила Туда в субботу Он мне говорит Ну как Тебя людям показать Вот шмоток прикупить А то у тебя В шкафу полочки Не очень прогнулись Ну пошли Ну ладно Пошла я Хотя ненавижу В субботу В магазины Пошла с ним Вошли в магазин Супермаркет какой-то Взяли телегу Вошли в этот зал И вдруг Вы представляете Ужас Гаснет свет Темнота Людей полно Люди стоят растерянные Ну в Москве В магазине Где полно людей Темнота Ну страшно Если честно Ну мало ли что Вы же сами понимаете В нашей сегодняшней ситуации И вдруг Голос из динамика Дамы и господа Не волнуйтесь Сегодня у нас Проблема с электричеством Если кто-то хочет выйти Пожалуйста Пройдите через кассовый зал Если кто-то хочет Дождаться Включения света Оставайтесь В торговом зале И люди Ну наши же люди Сообразительные Наши же сообразительные Вообще Рука услышала Как на часах Устанавливает таймеры Потому что Свет обещали Да через полчаса Потом Люди понимают Что большие вещи На себе не вытащишь Ну там Остановят охраны Значит Можно что Только в себе Что-то Или на себе Народ Двинулся По полкам Я надела На мужа Какой-то Огромный свитер Какие-то ботинки Он мне говорит Мне ходить неудобно Ходи Неудобно ему Значит Какой-то человек Пожилой Я поняла Что пожилой Стал таким Голосочком Говорит Я буду жаловаться Я буду жаловаться И почему Не подсвечивают цены И я не понимаю Что здесь Можно украсть Какая-то женщина В центре Зала Каким-то Тоненьким Голосочком Говорю Теперь я понимаю Почему бактериям Так не нравится Эта жидкость Под ободком Унитаза Она невкусная Ну я уж Не буду говорить Что в отделе сыров Сразу сожрали Все самые Вонючие сорта Когда неожиданно Дали свет И каждый Увидел Друг друга Лучше бы Мы ослепли Не видели Но когда еще Света не было Я слышала Такой диалог Она говорит Котя Давай наденем тебе На спину рюкзак Он говорит Зачем Напихаем туда продуктов Сверху накинем плащ Подумаешь Что ты горбатый А она говорит А я себе Рюкзак Надену на живот Накрою свитером Подумать Что я беременна Когда включили свет В зале Оказалось Сто двадцать восемь Горбатых мужчин Шестьдесят пять Беременных женщин Причем Половина из них Была и горбатой И беременна Помните Я вам говорила Что я на мужа Надела свитер и ботинки Свитер оказался Чехлом для машины А ботинки Оказались Коньками Он мне говорит Помоги мне Снять коньки Я говорю Мне стыдно Я не буду Ты сам снимай Он говорит Я не могу нагнуться У меня в штанах Три палки Сырокопченой Колбасы Когда я стояла В кассу уже Какой-то передо мной Стоял человек Но я такой Придурочной фигуры В жизни не видел Какие-то плечи Что-то такое Какое-то узкое Внизу А потом я увидела Что у него Из-под свитера Торчит кусок Плазменного телевизора Послушайте меня Послушайте Если вдруг Окажетесь В гипермаркете Погаснет свет Приоделись Поели И пока Не включили Быстренько Выходите Из зала Потому что Потом стыдно Смотреть Друг другу В глаза Два парня Разговаривают Один говорит Слушай Я с девицей Познакомился Я ее как Поцелую Она в обморок Падает Познакомился Говорит Не могу Она сейчас В коме Ну перейдем К следующему Участнику Нашей программы Знаете Я когда-то писал Монологи Учащегося Кулинарного техникума Вот Я их вообще Довольно Неплохо писал И один И с авторами А Хазанов Еще лучше Их исполнял Причем Это был такой Любимый народом Персонаж Может быть Кто-то из вас Она дала мне Талон И говорит Идите В 24-й кабинет Я пришел А там два мужика В белых халатах И белых шахтчиках Раздевайся Говорят Ну я Разделся Они меня осматривали Осматривали Потом говорят Ой Запустил ты себя Ой Жить тебе Осталось до понедельника Я говорю А что у меня Они говорят А это у врача Спроси А вы кто А мы маляры Потолки здесь белим Вот такой был Добрый персонаж Немножечко лукавый Беззащитный В то же время Всюду оставался Выигрышный Такой Швейковского Типа персонаж Ну естественно Прошло время Как говорят В романах Шли годы Хазанов Вообще Перестал заниматься Эстрадой Он теперь Театральный актер У него Несколько спектаклей Идут уже Лет 17-18 И честно говоря Было жалко Что нет этого персонажа Потому что Если сегодня Посмотреть на то Что вот исполняется На нашей юмористической эстраде Нет ни одного Такого же Популярного Персонажа И вдруг Недавно Один артист Который Был вместе со мной В театре юмора Плюс Талантливый артист Позвонил мне Говорит Вы знаете Леон Моисеевич А у меня сейчас есть Монолог Учащихся Кулинарного техникума И я вот его исполняю И он имеет даже успех Ну я подумал Что мне интересно Самому Как этот персонаж Возобновился Как он Можно сказать Реанимировался И знаете У него По всей основании Есть Исполнять Монологи Этого Учащегося Потому что Во-первых Я ему сам писал Очень много Этому артисту Во-вторых Он После Хазанова Озвучивал Этого Знаменитого Попугая Кешу Итак Встречайте Игорь Христенко Сижу Играю в компьютер А тут мама Говорит Сынок Тебе пора Жениться Я говорю Мама А почему Вы так решили А? Она говорит Ну Потому что Тебе уже Пятьдесят Три года Я говорю Ну Ну Мама Ну А может я еще Немножко Подожду А? Она говорит Угу Дождешься Придет К тебе Невеста В черном Капюшоне С косой Быстро Жениться А то Компьютер Выключу Я испугался Думаю Не надо До субботы Жениться Потому что Мы в субботу С моим Другом На компьютере В танчике Играем Дал объявление В интернет Уверенный В себе Мужчина Имеющий Имеющий Стабильный Доход Мамину Пенсию Пенсию Женится на женщине Женскому полу О себе В постели Зверь Суслик В период Спячки А тут Мама говорит Сынок Я про тебя Рассказала На работе Нашей Бухгалтерши Верочке Она Как Услышала Что В городе Есть Мужчина Который Ей Еще Не Знаком У нее Аж Глаз Загорелся Сказала Придет Сегодня Вечером Пришла Я смотрю Юбка Вот Такая Вот Короткая Я думаю Ой Видно Живет Бедно Ткани Не хватило Она говорит А вам не скучно Все время Быть одному Я говорю Я не один У меня Собака Есть Булька Порода Чмотерьер А она Говорит А что вы Делаете А по вечерам Вы куда Ходите Я говорю В туалет Умываю Зубы Чищу Смотрю Спокойной ночи И баеньки Она говорит Так Может быть Сходим Куда Нибудь Вечером Вместе Я говорю Ну Ну мы там Вдвоем Не поместимся Кабинка Очень Она говорит Она говорит Ну вот Смотри Я Женщина 18 лет В разводе Как ты Думаешь Чего Я Жду Я говорю Пенсию Она так Она так Смотрит На меня Хватит Со стола Клубничку И давай Эту Бедную Клубничку Мурыжить Я так На нее Смотрю Думаю Ооо Видать Голодная Надо пойти Котлеты Спрятать А то Все Сожрет А она Так Меня Рукой За шею Обняла И шепчет Укуси 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 Меня Я говорю Ну Вы Бульку Попросите Она Хорошо Кусает Она 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 Говорит Она Мне Говорит Ну Что Говорит Давай Уже Займемся С тобой Чем Нибудь Неприличным Я говорю Отлично Давайте С балкона Плеваться Она Мне Говорит Ну Раздень Ну Раздень Меня Я думаю Вот Тунеядка Я Уже В три годика Сам Раздевался Вольфики Шортики Так На стульчик Вешал А этой Сорок лет Кобыла Ленивая Я говорю Ишь Барыня Какая Сама Раздевайся Она Говорит Поняла Музыку Включила На стол С ногами Залезла И давай Под музыку Себя Одежду Сбрасывать И по углам Раскидывать Я смотрю На нее Думаю Ой Ой Какая же Из нее Хозяйка Уйдет Если Она Трусы На люстру Зафинделила А Она Она Со стола Спрыгнула Идет Так на меня Так дышит Она Гобы Облизывает Я думаю Господи Видать У нее Астма Эпилепсия И Говорит Я хочу Съесть На Тебя Я думаю Господи Вот что Кризис С людьми Делает И тут Булька Исполнила Ее мечту Насчет Укусить Прямо За то Место Которым Она На столе Виляла Она Как закричит Придурок Ты так И не понял Зачем Я пришла Ну и живи Со своим Булькой И убежала Ну вот Так Женщины Я Чего Сюда Сегодня Не вышел Вот Может Есть В зале Одна Женщина Незамужняя Добрая Которая Захочет Со мной Сегодня Ночью В танчики Поиграть Игорь Христенко 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 Логика Хороша тем Что в ней Нет Никакой Логики Я приведу Примеры На автобусной Остановке Ставили две Женщины И мужчина Ждали автобуса Подошел автобус Женщина Говорит мужчине Скажите Я на этом автобусе До Гума Доеду Он говорит Нет Вторая Говорит А я Вы знаете В женской логике Одна половина фразы Может абсолютно Противоречить Другой половине Этой же фразы Ну например Одна женщина Говорила Я мужиков Терпеть не могу Вот увижу Мужика И терпеть не могу Женская логика Это на всю жизнь Две бабульки Сидят на лавочке Перед домом Одна говорит Ты помнишь Когда мы были Молодыми и красивыми Как я А теперь мы Старые и страшные Как ты И есть Женская логика А поподробнее О женской логике Расскажет вам Замечательный писатель Сатирик Я хочу поздравить С одним событием Недавно Его пьеса Получила первую премию На конкурсе Комедии В театре Сатиры Я надеюсь Что скоро Мы эту пьесу Все увидим Итак Встречайте Алексей Щеглов Многие юмористы Шутят про женскую логику Но никто не шутит Про мужскую Я понял Почему так происходит Просто мужская логика Слишком прямая И неинтересная Ну вот К примеру Мужик приходит домой Весь побитый Поцарапанный Помятый В руках Руль от автомобиля Жена спрашивает Что случилось Я в аварию попал Машина в дребезге А кто виноват Девятка Жигули Нет Балтика Или вот Милый Кажется ты скоро Станешь папой Нет Ну это так неожиданно Я не готов У меня нет работы Нам негде жить А жена узнает Вообще скандал будет Жена мужу Милый Я хочу золотое кольцо Муж Пожалуйста Эй Дара-дара-дара Ай На-на-на-на-на-на Другое дело Женская логика Она интересная И неожиданная Ты никогда Не знаешь В какую сторону Повернет женская мысль Ты испортил мне всю жизнь Я знаю Где и с кем ты был Мерзавец Негодяй Кобель Домой можешь не возвращаться Купи хлеба Жена звонит мужу Премию получил Получил Ах ты мой хороший Лапочка ты моя Золото ты мое А подарок мне на годовщину купил Забыл Что ж у тебя придурка Память-то такая Муж попросил жену Купить ему синий галстук Синего галстука не было А чтоб деньги зря не пропадали Жена купила туфельки И веник для бани Муж говорит Ну туфельки понятно Ну а веник-то зачем Жена Я подумала Ты узнаешь про туфельки Скажешь, что я совсем обалдела Я скажу, что ты жадина Ты скажешь, что я дура Я скажу Иди ты в баню Ты скажешь Ну и пойду А веник-то у тебя нет Это женская логика А у нас у мужчин Логика скучная Неинтересная Раннее утро Понедельник По улице идет пьяный мужик Еле ноги передвигает Рядом останавливается Полицейская машина Полицейский спрашивает мужика До дома сам сможешь дойти? Мужик с обидой в голосе Какой дом Я на работу иду Женщина перед 8 марта Намекает мужу Милый Я хочу в подарок Кое-что маленькое Кругленькое Блестящее Чтобы надевалось И снималось Муж говорит Да ладно Куплю я тебе ситечко В одной очень интеллигентной семье Муж пришел домой поздно Жена Николай Будьте любезны Не сочтите за труд Объяснить ваш столь поздний приход И исходящий от вас запах алкоголя Муж Наденька Душа моя Чуткий мой человечек Сей исходящий от меня аромат Свидетельствует о том Что я искренне, так сказать, всей душой Короче, забухал я, Надюха В театре во время антракта стоит длинная очередь в женский туалет Среди женщин в очереди стоит мужчина Женщины возмущаются Мужчина, вы что здесь делаете? Это в женский туалет Мужчина Чего пристали? Я жене очередь занял Мужчина пригласил женщину домой Устроил ужин при свечах Протянул ей коробочку из-под колечка Она открыла, а там пусто А мужчина говорит С первым апреля, любимая Да, а ведь мог бы еще жить да жить В отличие от мужчин В поступках женщины всегда присутствует загадка Дорогой, у тебя сегодня день рождения Что тебе приготовить? Милая, я хочу фуагру Карпаччо Ризотто Буябес И немножко фламбе Я не расслышала Макароны с сыром или без Дома мужчина разговаривает с котом О, ленивая морда Лежит весь день на диване Пузо кверху, ничего не делает Голос жены из соседней комнаты Че ты врешь, я посуду помыла Жена говорит мужу Милый, давай договоримся Если я похудею на 10 килограмм То ты отдашь мне всю зарплату на шопинг Муж А если не похудеешь Жена Значит, ты жмот Жена мужу Милый, ты меня любишь? Люблю Шубу купишь? Куплю А сережки? И сережки куплю И колечко куплю И сапожки, и сумочку Положи ружье, пожалуйста В отличие от женщин В поступках мужчины нет никакой загадки Все слишком прямолинейно Когда жена уснула Муж взял ее телефон И в записной книжке Обнаружил контакт Любимый Муж набрал контакт Ожидая, что сейчас Зазвонит его телефон Вместо этого В трубке раздался Заспанный мужской голос Алло Муж Ты кто такой? Я тебя, гад, найду Я тебе все ноги поотрываю Голос из трубки Меня зовут Эдуард Любимый Я парикмахер-стилист Задолбали вы уже все Жена попросила мужа Купить ей в аптеке Лекарство от аллергии Ламелан Муж говорит Запиши, я не запомню Жена Да запомните очень легко Ло Милан Лошадь из Милана Муж приходит в аптеку У вас есть коза из Магадана? Ну и как апофеоз мужской логики Следующая история Двое мужчин едут в поезде Из Москвы в Питер Один другому говорит Я к любовнице еду Пока у нее муж в Москве В командировке Второй А я к жене еду У меня командировка была в Москве На два дня раньше закончилась Но жена не знает Будет ей сюрприз Первый мужик Знаешь, какая у меня любовница классная? Голубоглазая блондинка С длинными волосами Ноги от ушей Тут второй мужик понимает Что его жена тоже Голубоглазая блондинка С длинными волосами Ноги от ушей Он спрашивает А твоя любовница где живет? На Литейном 16, третий подъезд У мужика по спине холодок Потому что его жена тоже живет На Литейном 16, третий подъезд Он дрожащим голосом спрашивает А как зовут твою любовницу? Александра Фу Мою жену Шурочка Вот видите, дорогие женщины У нас у мужчин абсолютно нормальная Неинтересная логика Поэтому шутить мы будем Про вашу Вот, дорогие друзья И подошла к концу Наша передача Измайловский парк Было очень приятно Видеть ваши улыбки Слышать ваш смех Слышать ваши аплодисменты Я с вами прощаюсь Приходите к нам в Измайловский парк еще Я всем хорошим людям Желаю всего хорошего А всем остальным Всего остального Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому